Друзья, доброе утро. Давайте начинать. Наша еженедельная встреча по традиции с видео. Начинаем. Мы открывали с друзьями и знакомыми антикафе в 2014 году. Сложилось так, что одновременно с нами открывалось еще одно антикафе. И, получается, они открывались раньше нас. И мы поторопились, мы сами раньше открылись. В общем, это открытие было провальное, потому что у нас были диваны из палет, какая-то старая мебель. Одна комната была нормальная, а вторая прям вообще убогая-убогая. У нас не было ни кассового аппарата, никакого бизнес-плана. Я просто не понимаю, откуда мы брались деньги, чтобы кому-то платить зарплату, платить аренду. Мы еще снимали помещение за 150 тысяч. Как-то каким-то, опять же, чудом получилось продать эту долю. И я уехала в Нижний Новгород с намерением того, что нужно там что-то открыть. За год все эти деньги просто промотались куда-то, не пойми куда. И с разбитым корытом я вернулась в Сыктывкар. Я вернулась с Нижнего Новгорода, и мне нужно было чем-то заниматься, потому что я не работала. И, получается, я вернулась домой к маме и села маме на шею. Тут я увидела вакансию оператора колл-центра, и тем более оператора колл-центра в компании ДОДА. То есть я ДОДА очень любила, я уже знала эту компанию. Отправила заявку, по-моему, почти сразу же после январских праздников. С 15 января до 1 марта я работала в контакт-центре, а 3 марта я уже перешла в ДОДА-контролинг. Всегда был, есть и будет. Основной задачей – это формирование рейтинга продукта. Потом нам еще добавился чуть попозже, после того, как я пришла, рейтинг стандартов. Рейтинг продукты, рейтинг стандартов – это инструменты, которые позволяют партнерам всегда держать руку на пульсе. Еще очень важная функция рейтинга – это то, что он влияет на развитие пиццерий и вообще, в целом, на работу пиццерий. Если результат будет низким, то пиццерия будет закрыта. Если он будет чуть выше, но недостаточно высок, то пиццерия не сможет, например, открыть следующую. Сейчас мне очень нравится, что у нас появился инструмент «Открытый рейтинг». Мы пока его очень активно не используем, но мне бы хотелось, чтобы этот инструмент стал заменой для тайных покупателей, поскольку «Открытый рейтинг» – это инструмент, где каждый абсолютно клиент может поделиться своим мнением о продукте, о сервисе. И чем больше таких вот отзывов, тем, получается, объективнее будет вообще картина. Таких предложений открытых о подкупе не было, но у меня есть шутка уже такая устоявшаяся с ребятами из розницы. Когда заходит один из управляющих, Коля Пустынников, и я всегда шучу, что «Коль, ну нет лайка на фотки, рейтинг низкий». Одно хобби – это собака. С ним нужно достаточно много времени гулять, потому что я стараюсь, чтобы он прям нагулялся, потому что он целый день сидит один дома. Я занимаюсь с ним с кинологом раз в неделю. Мы еще каждый день по полчаса дома занимаемся, чтобы он не пришел без выполненного домашнего задания. Для меня ДОДО – это, безусловно, развитие, потому что мне очень нравится смотреть на то, какого из меня человека сделал ДОДО Пицца. Мне, безусловно, есть куда расти. Это тоже очень здорово, потому что, когда ты понимаешь, что остановился, то есть, возможно, все – это больше не твое. А у меня вот постоянное чувство того, что мне есть куда расти. И поэтому это тоже самое крутое. Друзья, ну и по традиции представляем наших новых сотрудников. Первый сотрудник, который я хочу представить – это Софья Кораблева. Софья приходит в команду Дениса Чернобаева, будет заниматься продуктом. Софья до ДОДО занималась развитием и созданием сети кинотеатров в Казахстане. И эта сеть сейчас очень успешная. Также Софья создавала, имела опыт по созданию своего бренда, своего бренда сувенирной продукции в Петербурге. Так что теперь Софья будет креативить вместе с нами. Поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Дарья Мамлыгина приходит в команду HR. Одно из увлечений Дарьи – это йога на гамаках. Поэтому, если вы на третьем этаже увидите Дарью вверх ногами, то, знаете, она просто перезагружается. Поприветствуем Дарью. Рустем Кужукеев. Рустем – наш новый фронт-энд-разработчик. Рустем участвовал в таких интересных проектах, как русская версия сайта «Цирка Дюселей», «Афимола» и «Хард-рок кафе». Приветствуем Рустема. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и Анна Перова просит называть Ане ее Перо, ну или так привычней. Аня будет супер-бизнес-ассистентом Федора. Будет способствовать, чтобы Федор оставался таким же суперменом. И интересный факт про Аню, что она очень активно увлекается биохакингом. Поэтому у всех у нас будет возможность на Мосдинере подробнее расспросить. Ну а поприветствуем Аню. АПЛОДИСМЕНТЫ Катя Щеренкова теперь будет работать в команде HR вместе с Наташей Степановой в эффективности. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну и собственно к результатам января. Давайте начнем с того, что мы подведем итоги 2018 года. Ну не все, конечно, итоги, но по основному финансовому результату. Почему это возможно? Потому что как раз 15 января мы закрыли отчетность по декабрю и теперь можем сказать, что у нас было в 2018 году. Все увидели вот такую табличку и что из нее главное, это то, что говорил Федор на нашей новогодней встрече, о том, что наша компания впервые вышла в уверенную стабильную прибыль. В 2018 году это произошло как раз в мае и с того момента наша компания только от франчайзинга заработала 80 миллионов рублей. С одной стороны это не маленькие деньги, с другой стороны мы точно знаем, куда их потратить и вообще в ближайшие несколько лет мы точно будем знать, куда потратить все деньги, которые зарабатываем. У нас много проектов. Прежде всего у нас растет фонд оплаты труда. Вы знаете, что почти на каждой ежедневной встрече мы представляем новых сотрудников. Мы уже активно занимаемся открытием офиса в Англии, нашего первого международного офиса. Мы инвестируем сейчас в федеральный маркетинг в России. Эти деньги нам вернутся, мы сейчас их занимаем, но все же это достаточно большие инвестиции. Мы развиваем свой центр по производству теста, который снабжает Москву, Подмосковье и ближайшие регионы. В ближайшее время мы снова будем много инвестировать в центр, потому что мы закупаем новое оборудование. Там будет все автоматизировано, будут конвейеры и все прочее. Мы также инвестируем в открытие новых розничных пиццерий. Вы знаете, что одна розничная пиццерия стоит в районе 15 миллионов рублей. Поэтому тут тоже достаточно большие деньги требуются. Ну и наша пиццерия будущего в Китае, которая ориентировочно конец апреля, начало мая будет запущена. Также поговорим по корпоративным, по нашей розничной компании, сколько заработала она. Она весь год была то чуть-чуть в минусе, то чуть-чуть в плюсе. Сейчас объясню почему. То есть можно показать график примерно вот так, но все же мы заработали 10 миллионов рублей. И почему, собственно, имея практически 20 пиццерий, мы заработали, кажется, что не так много. Тут все дело в том, что мы постоянно открываем новые пиццерии. И как вы знаете, новая пиццерия, ей требуется время, чтобы выйти в уверенную прибыль. И нужно сказать, что сейчас все пиццерии, которые были открыты ранее 2018 года, они уже все в плюсе давно. И даже есть в плюсе пиццерии, которые были открыты в 2018 году. Ну, в общем, дальше больше. Ну и также наша розничная компания активно инвестирует в Роскоманды, учитывая амбициозные планы. Ну и, собственно, к результатам января непосредственно выручка у нас составила также полтора миллиарда рублей. Мы чуть-чуть подросли на несколько миллионов. И мы понимаем, что следующий скачок у нас ожидается, наверное, где-то в марте. То есть мы видим, что в прошлом году мы прибавили почти сразу 200 миллионов. Поэтому вот сейчас февраль, наверное, будет примерно такой же, а в марте будет новый скачок. Что касается открытия новых пиццерий, то мы открыли 8 пиццерий. Здесь я бы отметил продолжение развития наших двух миллионников, где мы уже давно развиваемся в Самаре и Краснодаре. Там по 8 пиццерии открыто. А также буквально вчера узнал, что Шимкент, это оказывается город в Казахстане, тоже миллионник. То есть он раньше не был миллионником, но прошла перепись в 2018 году и теперь он тоже миллионник. То есть это третий по величине город Казахстана. И вот теперь мы открыли там тоже пиццерию. В этом месяце мы также фиксируем и убыль пиццерий. На самом деле это уже вот вместе с этим пиццериями у нас будет уже 5 закрытых пиццерий. Первая давно была в Красноярске. Там пришел партнер из своего бренда, передел дудо-пиццу, но потом принял решение развиваться в маленьком городе. Затем была пиццерия в Алма-Ате, там переезд был в другое место. Также в Ульяновске пиццерия переезжала в другое место. Ну и вот теперь мы закрыли Сыктывкар 6. Это наш экспериментальный формат дудо-пиццы и кофе. Все вы в нем были в Сыктывкаре. И этот формат нам дал очень многое. Пицца кусочками появилась благодаря этому формату, а теперь почти в каждой пиццерии нашей сети. В общем, все было не зря, но этот формат для той локации не совсем подходил. И пиццерия в Ханчжоу. Вы знаете, что это вторая пиццерия в Китае. Она так и не смогла выйти в уверенный плюс. Была где-то постоянно на грани и в убытке. И наш партнер принял решение зафиксировать эти убытки. Но при этом он хочет оставаться нашим партнером и точно так же ждет пиццерии будущего для Китая. Еще одна пиццерия, которую вы знаете, где открылась в Лос-Анджелесе. Очень неожиданное открытие. Это уже открытие этого месяца. Алена не перестает нас удивлять. Совсем другой регион страны. Совсем другие клиенты. Совсем другая конкуренция. Предпочтения. Но уверены, что Алена и там сможет влюбить всех в дода. Давайте Алене поаплодируем. Трекинг пиццерий. Цифры вы все видите на экране. Скажу лишь, что скоро мы будем отмечать юбилейную 500 пиццерию. Осталось всего несколько месяцев. Ну и две новости, о которых я хотел сегодня рассказать. Первая новость, точнее не новость, это то, что мы можем подвести сейчас по итогам января. Первая это федеральная рекламная кампания. Вы знаете, что это уже вторая федеральная кампания. Если вспомнить, то первая у нас была направлена, мы как раз в тот момент где-то сделали приложение. И наша задача была, чтобы как можно большее количество людей скачало приложение. Мы хотели, чтобы и новые клиенты скачали приложение, и старые действующие наши клиенты. И мы тогда запускались с агрессивным промо. Первая кампания была очень успешная. На эту же кампанию мы ставили немножко другие цели. И эта цель была в том, чтобы... Вот у нас сейчас есть уникальная возможность. Это чтобы у людей в головах в России зафиксировать то, что доставка пиццы это равно до до пиццы. Для нас это шанс. Почему? Потому что такого покрытия сейчас не имеет никто. Такого бюджета на федеральный маркетинг не имеет никто. А для нас это прям большая возможность. И поэтому мы эту кампанию запускали без промо, но с очень четкой привязкой, что доставка пиццы равно до до. И мы при решении, что мы будем мерить это через метрику top of mind awareness, это значит, что когда мы спрашиваем у человека, какие доставки пиццы вы знаете, он без подсказок, то есть мы ничего не называем, не предлагаем варианты, называет до до пицца. Вот если так все случилось, значит все очень хорошо. И мы, чтобы понять вообще, насколько мы успешно, не успешно сейчас сделали, мы провели замер до рекламной кампании, это было в декабре. И вот мы сейчас смотрим московский регион и смотрим, что за месяц изменилось. Прежде чем изменилось, скажу, что в чем заключалась реклама компании. То есть самое основное это ТВ-реклама, наши рифмы, доставка до до пиццы. И скажем, вот первые две недели это была самая активная бомбардировка, то есть это самый большой показ на телевизорах. И значит по итогам января в Москве мы сразу продвинулись на пять процентов. На самом деле это очень много. И мы, получается, что четверть людей, которые сейчас являются нашей аудиторией, предположительно могут называть, что доставка пиццы это додо пицца. Поэтому это очень крутой результат. Что касается Санкт-Петербурга, то мы в декабре занимали, у нас топов-майн был всего 14%. И мы были на третьем месте, нас опережали Достоевский и Два берега. И что случилось по итогам января? Мы прыгнули на 27% и вышли на первое место. Тоже очень классный результат. В городах-миллионниках у нас уже было достаточно большое проникновение. И это конкурентный рынок, поэтому здесь, наверное, наш результат самый небольшой. Но в любом случае в общем цифре 24% это очень много. Ну а если взять города 400 000-миллион, то там мы уже были далеко на первом месте. Но сейчас можно сказать, что мы монополисты, потому что у нас 41% of mine. И еще в подтверждение этих цифр мы посмотрим скачивание приложения. Вот мы можем посмотреть, что в декабре скачивание приложений в неделю было примерно в районе 100 000 раз. И даже мы видим, что когда был высокий сезон, в конце декабря, то есть подъема никакого не было. И также мы видим, что первую неделю января тоже особо подъема не было. То есть тогда реклама только запустилась. И тут, наверное, гипотеза, что нужно было накопить какое-то количество охватов. То есть с какой-то чистотой наш ролик должны были увидеть люди. И мы видим, что на вторую неделю, то есть мы скакнули сразу практически в два раза, то есть 200 000 установок в неделю. И потом вот этот хвост продолжался еще весь месяц, количество установок. Поэтому я предлагаю поаплодировать нашей команде марки, которая уже сделала. Но я думаю, что они еще сами поделятся более детальными результатами, когда придет время. Последний вопрос у меня, который мы уже обсуждали, который я недавно презентовал на Евразии. Objectives and Key Results. Это методология, как вы помните, которая когда-то зародилась в Интеле. Потом она успешно применялась в Google. И я вот сейчас поставил в один ряд Dodo Pizza с этими великими компаниями. Дело в том, что мы ее тоже внедрили. Напомню, что такое ОКР-методология. Это управление проектами. И прежде всего, что отличает эту методологию, что компания, команда, она ставит перед собой очень амбициозные цели, которые нужно достичь. И мы такие цели себе поставили на 2019 год по каждому направлению. Многие из вас уже точно должны это все знать. И что мы сделали? Мы собрали все приоритеты нашей компании, чтобы мы точно понимали, что мы идем в одном направлении, что мы отвечаем на самое важное. Мы синхронизировались со всеми. И мы поставили себе такие прозрачные индикаторы, чтобы понять точно, мы достигли результата или нет. И по сути сейчас это является нашей стратегией на весь 2019 год. И это именно такая путеводная звезда, куда мы точно должны все прийти к концу года. Но постановка целей это еще только первая часть. Здесь важна, сейчас нам эти цели нужно достигнуть. И поэтому я бы хотел отметить некоторые ключевые моменты, что мы все должны сфокусироваться. То есть нужно подумать, задавать себе постоянно вопрос. А в том ли направлении я сегодня действую? Это соответствует выбранной нами стратегии или нет? Нам нужно, чтобы были планы, чтобы мы точно понимали, какие шаги мы делаем, чтобы этих результатов достигнуть. Чтобы мы потом не сказали, ой, что-то у нас не получилось. Мы уже сейчас должны думать. Мы должны распланировать уже кварталы, чтобы к этим целям прийти. Ну и так как цели очень амбициозные, естественно, мы должны думать нестандартно, принимать нестандартные решения, креативить и находить пути. Ну и наша компания всегда славилась тем, что мы делали невозможное. Все, кто следят за нашей компанией, всегда поражались нашим результатом. Теперь наша задача сделать это на системной основе. Ну и один инсайт – это то, что я слышал, что Федор планирует делать гоп-стоп сотрудников в офисе и спрашивать, а ты знаешь свой ОКР? Так что, если кто-то еще не знает, обязательно подойдите к своему лидеру направления и узнайте. Все, передаю слово. Спасибо.